Сегодня возле здания прокуратуры Республики Дагестан состоялся митинг протеста, в котором приняли участие около 200 жителей Кизлярского района и Махачкалы. Они принесли с собой многочисленные растяжки и плакаты с требованиями освободить жителей Кизлярского района Амара Амарова, Мурада Гасанова и Руслана Гаджимагомедова, которые находятся в изоляторе временного содержания ОВД Кизлярского района с 25 августа. Задержанные обвиняются в незаконном хранении оружия и пособничестве боевикам. Участники протестной акции считают, что сотрудники правоохранительных органов сами подкинули оружие и задержали трехмерных жителей совершенно незаконно. Задержали в Кизляре, в городе Кизлярске, и этот подкинули, и забрали. И это самое, хочу, чтобы освободили их всех, чтобы вели в борьбу, если они виноваты, что по закону. Ораторы призвали жителей республики занять более активную гражданскую позицию. В своих выступлениях участники митинга говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов Кизлярского района в частности и Дагестана в целом нарушают закон, похищают и убивают ни в чем не повинных молодых ребят. К митингующим вышли работники прокуратуры, которые заявили, что руководство готово выслушать претензии участников протестной акции. Часть митингующих зашла в здание прокуратуры. Затем к месту проведения митинга прибыли наряды вооруженной полиции. Один из офицеров объявил митинг незаконным и попросил митингующих разойтись. Полицейские в грубой форме затолкали двух участников митинга в служебные автомобили. Организаторы митинга сочли это провокацией и попросили участников акции сохранять спокойствие. Со стороны правоохранительных органов здесь в данный момент происходит жесткая провокация. Нас пытаются вынудить на какие-то силовые методы, на поднять наши эмоции, чтобы мы как-то нарушили закон. Вскоре был найден общий язык. Договорились, что митингующие дожидаются членов рабочей группы, потом расходятся, а полицейские отпускают задержанных. Через час переговорщики вышли из здания прокуратуры Дагестана и сообщили, что их требования были выслушаны. Сотрудники прокуратуры обещали дать ответ по всем поставленным вопросам через неделю. Затем участники протестной акции приняли решение разойтись.